Жишерский фанерный комбинат приступил к внедрению инновационных технологий безотходного производства. В рамках программы модернизации на центральной котельной предприятии установили новую топку «Торнадо». Главная ее особенность в том, что благодаря технологии вихревого сжигания вместо топлива используется шлифовальная пыль. Это снижает нагрузку на экологию и оптимизирует затраты. Об уникальном проекте репортаж Евгения Ракина. Пожалуй, главная гордость модернизированного производства Жишерского фанерного комбината. Вот этот вот котел. Слива обычный, но на самом деле уникальный. Единственная в России вихревая топка, которая в качестве топлива использует шлифовальную пыль. Разработка барнаульских ученых. «Торнадо» – такое грозное название своему детищу энергетики Жишерского комбината дали неспроста. Экспериментальный котел пока в единственном экземпляре. Аналогов в России нет. Один месяц мы уже полное отработали. Около 600 тонн пыли мы сожгли. Получили порядка 2500 гигакалорий в месяц. Это помогает также при… Мы же отапливаем поселок Жишер. Снялась напряженность с отоплением в поселке. Новый котел не только существенно увеличил КПД котельной, но и значительно снизил производственные затраты предприятия. Инновационное топливо – это шлифовальная пыль, которая в избытке образуется в результате производства МДФ-плит. Естественно, за него не нужно платить. К тому же по калорийности углю не уступает. Таким образом, расходы на основное топливо, газ, удалось сократить десятикратно – с 2 миллионов до 200 тысяч рублей в месяц. Но что еще важно, проект эффективен и в экологическом отношении. Уменьшилось вторичное загрязнение атмосферного воздуха. У нас очень актуальная проблема была то, что у нас полигон находится достаточно далеко, и при транспортировании эта пыль, соответственно, попадала в атмосферу. Сейчас этой проблемы нет, потому что пыль вообще не вывозится. У нас вся пыль сейчас используется на предприятии. Вообще на комбинате очень серьезно относятся к вопросам экологии. К примеру, внедрение в 2013 году метода сухой очистки щепы позволило снизить нагрузку на водоочистные сооружения. На сегодняшний день, если вернуться к, допустим, 2007 году и брать нынешний год, мы снизили свои выбросы и отходы где-то раза в 3-4. Это очень серьезно. Между тем, Жешерский фанерный комбинат на достигнутом останавливаться не намерен. В планах дальнейшая модернизация производства, которая позволит не только увеличить объемы выпускаемой продукции и расширить ее ассортимент, но и дополнительно снизить вред наносимой экологии поселка. Евгений Ракин, Олег Костромин, телеканал Юрган, Усть-Вымский район.